Всем привет! Эфир телеканала Осетия. Рестон продолжает проект передачи. В сегодняшнем выпуске, как всегда, актуальные новости спорта Осетии и интервью с представителем относительно нового для Республики вида спорта. Начнем с новостей. Султан Тазабаев назначен главным тренером Алании. Он хорошо знаком остинскому болельщику по выступлениям за Автодор в качестве игрока. Тазабаев долгое время был капитаном команды. Рассусоливать эту новость не буду, пожелаю лишь удачи на новой должности. Сезон начался, значит, вашему вниманию полный состав красно-желтых. Также на предстоящий сезон остается сквозная заявка с Аланией 2. Ну и про первый матч сезона. Первый матч сезона Алания провела дома с футбольным клубом Уфа. Хотя официально главным тренером Владикавказской команды является Султан Тазабаев, на бровке мы лицезрели Суслана Битеева. Состав красно-желтых на ваших экранах. Первый тайм выдался сложным, невооруженным глазом чувствовался прессинг гостей. Но их попытки открыть счет не увенчались успехом, так и ушли на перерыв с нулевым счетом. Во втором тайме владикавказцы смотрелись куда лучше. Была даже почти стопроцентная возможность забить, но атака потерпела неудачу. В общем, в первом матче сезона мы так и не забили. Счет на табло остался 0-0. Суслан Олегович прокомментировал прошедший матч. Они не на том уровне, на котором они должны быть. Во втором тайме сделали ряд замен. В принципе, я скажу так, что прибрали, наверное, преимущество игровое своим рукам. В целом, неплохо смотрелись во втором тайме, были близки к забитному голу, но при этом пропускали опасные контратаки соперниками. Что ж, в привычной манере мы очень сложно входим в сезон. Но давайте помните о том, что в составе достаточно новичков, которым еще нужна сыгранность. Новым наставникам тоже стоит дать время. Ждем дальше побед красножов. Желаем удачи обновленному составу владикавказцев в предстоящем сезоне. Только барсы, только победа. В пригородном районе состоялся спортивный фестиваль «Хочу стать чемпионом». Предлагаю окунуться в эту веселую атмосферу, а затем вернемся к новостям. Федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» уже около четырех лет. За это время на различных площадках республики было реализовано множество спортивных мероприятий. Главная цель движения – сформировать культуру спортивного образа жизни. В пятницу в селении Октябрьское прошел спортивный фестиваль «Хочу стать чемпионом». Зарядку для юных школьников провел профессиональный боксер, чемпион России и Евразии Алах Пугаев. Для него это не первый опыт участия в таких мероприятиях. В такой момент я ставлю себя на их место и вспоминаю себя ребенком. Когда ребенком видел какого-нибудь чемпиона, олимпийский чемпион, чемпион мира, просто профессионал, то я не знаю, мне казалось, что это какой-то супергерой. И я понимаю, что им приятно тоже. И если после встречи со мной у них будет какое-то стремление в спорте и в жизни, то значит я сделал какое-то доброе дело. Но одной зарядкой все, конечно же, не закончилось. Пожалуй, самой веселой частью этого дня стала эстафета «Мама, папа и я. Спортивная семья». Участниками стали пять семей, каждая из которых уже была победителем и получила приз. Тем не менее, состязания выдались невероятно интересными и до последнего лидеры не были известны. В результате шести различных эстафет победу с небольшим отрывом одержала семья Гагиевых, которая уже не первый раз принимает участие в этой эстафете. Но золото забрали впервые. С каждым разом, наверное, все лучше и лучше. Очень хорошее выступление было. Все родители выступили хорошо. Про детей вообще молчу. Дети вообще как олимпийские чемпионы показали себя. Самое прикольное, что было сегодня? Самое последнее. Перетягивание каната тебе понравилось? А почему? Не знаю. Просто весело было, да? Да. Да, наверняка далеко не каждый из этих ребят станет профессиональным боксером или олимпийским чемпионом. Но здесь и цели иные – приобщить детей к здоровому образу жизни. Показать, что чемпионы в прошлом такие же, как и они ребята, которые очень любили свой вид спорта и стремились покорить спортивные вершины. Пятнаград завоевали остинские спортсменки на финальных соревнованиях седьмой летней спартакиады по борьбе. В счете девушек до 18 лет серебряные медали завоевали Каролина Маргиева и Олеся Гадзаонова. Алана Хистанова, Ирина Губеева и Анита Бокоева стали бронзовыми призерами. Поздравляем! Суслан Гоглоев одержал свою третью победу во французском промоушене «Арес» и в очередной раз показал бой вечера. Все три поединка в лиге Суслан закончил досрочно. Ждем еще один пояс на этот раз французской организации. А вы знаете о таком виде спорта, как мексиканский бокс? Эта страна подарила миру десятки громких имен, которые уже навсегда останутся в истории. Ну так что такое мексиканский бокс? Чем он отличается от классического и кто привез его в Осетию? Об этом мы не только поговорим с гостем нашей студии. Асанбек, здравствуйте! Здравствуйте, Креста! Когда говорится о Мексике, наверное, из спорта в первую очередь в голову приходит бокс. Вы как человек, который долгое время тренировались в Мексике, общались с ними непосредственно. Почему именно бокс там так сильно развит? Наверное, мне кажется, что из-за уровня жизни. Из-за уровня жизни это первая причина. А во-вторых, ну, кровь у них такая, индейцы. Да, они любят, короче, драку, если честно говоря, очень сильно, потому что бокс, они его, наверное, любят больше всего. Про вас хотелось бы поговорить. Как вообще пришли изначально в спорт и сразу ли это был бокс? Ну, нет, не сразу бокс это не было. В детстве я занимался дзюдо, тэквондо, когда был маленький. Потом плаванием даже позанимался, вольной борьбой я больше всего занимался. И потом я как-то перешел на бокс. Так получилось, что перешел на бокс. У меня брат двоюродный тренировался, Эдгар. И вот он был тогда, он выигрывал чемпионат Европы, он жил в Израиле. Там выигрывал чемпионат Европы, он хорошо выступал. Он был очень хорош, его готовили на профессионалы. И они ездили в Нью-Йорк. Он тогда был молодой парень, совсем сколько он был, 17 лет. Он тогда был спарринг-партнером у Джуды, у Заба Джуды и у Рой Джонса. С ними спарринги делал. Он был очень крепкий парень. Просто так получилось, что у него сетчатка отслоилась от глаза. Но врачи потом сказали, что это не из-за бокса. Вы знаете, это когда-то он в детстве сильно упал. Он помнит, даже был момент, он упал сильно и ударился головой. И вроде как бы все прошло, зажило, побежал дальше ребенок. А вот потом именно бокс эту травму ему раскрыл как бы немножко. В Осетии ли пришли в бокс и у кого начинали? Тренировался, когда я только начал заниматься, в локомотиве. Это Миша Сахарян, я вот это был мой первый тренер. Финько. Вот они вдвоем, как бы мы тренировались. Вот они меня тренировали. Ну и не только у меня, других ребят тоже. Это мои были первые тренера. Во сколько лет и каким образом попали в Мексику? В Мексику я попал, когда мне было 25 лет. По-моему, да, 25 лет. И попали, в принципе, сначала мы вообще не планировали в Мексику поехать. Мы планировали поехать, полететь в Америку, но в Америку почему-то мне дали два раза отказ. Два раза отказали. И мы как-то попробовали через Мексику. Потому что там кто-то нам сказал, что там тоже хорошие боксеры, хорошие клубы. Там кто-то еще знакомый помог. И мы адреса выписали вот с братом. И вот так билеты взяли и, короче, полетели. В принципе, Мексика оправдала все ожидания ваши, которые были? Честно говоря, да. Я, честно говоря, Мексику полюбил очень сильно. Потому что там у меня очень много друзей. Потому что я за столько лет там тренировался. Я как бы... Они тоже сильно со мной подружились. То есть мы прям сильно-сильно подружились. До сих пор мы всегда общаемся. Вот в WhatsApp у нас группа, да, мексиканская, да, боксер Дель Варес, да. Ригу мой тренер сделал группу. Да, и мы все постоянно связи. Вот все боксеры. Мы часто разговариваем по видео, часто общаемся. Ну, кто выступает, там, какие планы, что там, кто где бывает. Всегда с другим общаемся. Прямо близко-близко. С какими проблемами столкнулись при переезде в Мексику или во время, может быть, тренировок в Мексике? Ну, первое время именно сложность была в тренировках. Потому что к ним надо привыкнуть. Привыкать ты будешь где-то месяца полтора, сто процентов. Потому что нагрузки такие большие бывают. Я не привык, допустим, так тренироваться. Мы здесь так, я не тренировался. Я как бы думал, что я тренируюсь сильно здесь. Мне так казалось. Но это только казалось. Когда попал в Мексику, там, потому что подъем у нас был в 4 часа утра. Ну, иногда нам тренер давал, вот, хорошее у него настроение, до 4.20 поспать. 4.20 у нас уже в подъем был. И тебе буквально там сборы, буквально 7-10 минут максимум. И все, и все выбежали на пробежку. И вот это вот такое время. Пробежка была очень долгая тоже, да, там, 25 километров. Я вообще не привык так бегать. Я, правда, я не привык. Я никогда столько не бегал. Я бегал, там, 18-19 километров. А тут тебе каждый день надо вот так делать. И было, честно говоря, из-за этого тяжело. А потом, ну, потом ты привыкаешь. Вот нужна только сила воли, и потом ты привыкнешь. Перетерпеть надо. Мы говорили, что помимо бега, да, с утра и подъема в 4, в 4.20, тренировки совершенно по-другому там складываются. То есть это не 2 часа с утра, 2 часа вечером, как привыкли, возможно, в Осетии и в России, а совершенно другое время. Ну, да, 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 там по-другому тренировочный процесс. Допустим, если он там работает на мешке или на подушке, да, там, мексиканской, то он будет работать где-то час-полтора. Некоторые там по два, ну вот. Я, допустим, так не привык тоже работать. Я как бы делал по-многу, но я не привык каждый день бить мешок часами. И вот в начале у тебя идет такое перестроение организма, у тебя все начинает болеть очень сильно. Мышцы, кости у тебя болят, суставы у тебя, сухожилия. Но вот надо потерпеть. Ты когда вот это преодолеваешь, ты, короче, становишься лучше и сильнее. Мы уже, да, упомянули фамилию Альвареса за время интервью. Помимо него, наверное, в каждом зале Мексики есть как минимум по чемпиону мира, а то и по два-три. Каково это вообще тренироваться с лучшими? Это подстегивает, мотивирует как-то? Я у него учился. Он мне подсказал, он многие моменты. За это ему большое спасибо. Потому что когда я с ним делал спарринги, а спарринги мы с ним делали, ну, прям, ну, такие непростые спарринги были. Потому что он, во-первых, он бьет очень сильно, бьет очень точно и быстро. Это тебе, ну, не как бы ты привык делать спарринги. Он по-любому найдет дырку, куда тебе, короче, пробить удар. Сто процентов, да. У меня был такой случай, даже он мне поломал сразу два ребра. Два ребра, и третья была треснута. И я вот так тренировался, никому не говорил. Одевал футболки какие-то непонятные на себя. Болхон одевал, чтобы вида не было, что у меня здесь опухшее. Тренировался вот так. Ну, с ним тренироваться, конечно, очень хорошо. В принципе, боксеру с таким тренироваться, с чемпионом, очень полезно. Потому что ты больше набираешь. Очень сильно набираешь. А помимо тренировки и того, что совершенно разное время тренировки, чем отличается мексиканская школа бокса от российской школы бокса? Ну, она, знаете, Кристина, она не любительская. Там нету вот, которую, как у нас учат, допустим, да, любители ребят учат, да, делать челночок. Какие-то вот моменты, да, там, с ногами передвижения, они так не делают. Они плотно стоят на ногах, плотно стоят на ногах, они бьют. В принципе, они все делают, как профессионалы, даже любители. Они у них заточены на вот, на драку. В принципе, все мексы, да, вот, если взять, допустим, из 100% боксеров, наверное, да, из них где-то процентов 80, да, это все люди, которые дерутся на средней и ближней дистанции. Он будет идти, короче, и драться там с тобой. Это его, как бы, вот стихия, наверное. И бывают тоже боксеры, которые на дистанции могут подраться, мексиканцы, и сблизи, и на дистанции разные. Но в основном они все дерутся именно вот так, боксируют. Мы еще говорили про то, что, в принципе, в мексиканском боксе раунды, да, по-разному, там, они больше, чем... Тренировочные. Тренировочные раунды. Тренировочные спарринги, да. Допустим, там спарринги делают, ну... Я часто видел, там, 3 минуты никто никогда не боксирует. Таких спаррингов не видел вообще. Самый минимальный раунд, который я видел, ну, это 4 минуты. А так, в основном, это 6 минут 30 секунд отдыха. И иногда договариваются не 30 секунд отдыха, а 20, например. Вот так делают. Вы как человек, который знает, обучался и в российской школе бокса, и мексиканской. Возможно ли совмещать эти две школы, и действенно ли это? Возможно. Возможно, конечно, да. Наша российская школа бокса тоже очень хорошая. Она тоже очень действенная. Но если вот... Я думаю, если их совмещать, то я бы убрал из нашей школы вот какие-то моменты, мне которые, кажется, они не нужны. Именно если это для профессионального бокса, для любительского нет. Ваша спортивная карьера началась с любителей. Как она, в принципе, продолжалась? Я в любителях, если честно говоря, дрался очень мало. Я подрался... Несколько турниров было здесь. Помню, я выиграл чемпионат республики по боксу. Потом я дрался на юге России, там, из КФО. Потом я выиграл чемпионат Москвы. И все. По любителям так уже не дрался потом. И потом как-то вот стал интересоваться профессиональным боксом, потому что я когда вот видел, мне хотелось попробовать, что такое профессионалы, потому что, ну, все парни тогда мечтали, видели, знали, там, боксеры, там, Тайсон были. Все хотели, как бы, и вот я тоже хотел драться как профессионал. Не в шлемах, там, не... В принципе, мне любительский бокс, в принципе, он вообще был не интересен никогда. Многие говорят, что любительская школа бокса, она имеет значение потом при становлении профессионалом. Вы, наверное, не согласитесь с этим мнением? Нет, почему? Она имеет значение, вы знаете. Потому что, ну, бывало много хороших любителей. Чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы, да. Но профессионалы, в принципе, да, они не смогли ничего сделать, как бы достичь каких-то очень прям серьезных высот у них не получилось. Хотя были это даже олимпийские чемпионы, это были чемпионы мира, это прям были очень хорошие боксеры. И наоборот, и были же боксеры, которые выступали по любителям, которые были чемпионами мира, там, выигрывали Европу, да, и потом они в профессионалах. Но тут-то конкретно уже дело в человеке, вы знаете. Конкретно, какой у него был стиль, вот, да, вот его манера работы, да, как он боксировал, как бил. Очень сильно влияет, да, как он бил. Если этого изначально не было, да, вот, ну, что у него были вот какие-то задатки, да, такие, что он был, задатки, вот, да, профессионального боксера, да, это сила, выносливость, крепость, да, вот манера ведения боя, да, то, к сожалению, этого уже не будет. Потом, если ты был хорошим любителем, не факт, что ты станешь хорошим профессионалом. Вообще не факт. Профессиональная карьера ваша, с чего началась? Так получилось, что первый бой у меня был в Праге, в Чехии. Я там, там сделал первый свой бой. Второй бой у меня был в России. Второй был в России, а остальные все были уже в Мексике. У меня были там официальные и неофициальные бои. Неофициальных даже больше. Как раз хотела спросить про неофициальные бои. Они, в принципе, отличаются чем-то от официальных? Ну, помимо того, что они идут в рекорд. Ну, там перчатки меньше. Такая же боксерская перчатка, только она идет там шестюнцы. Шестюнцовые перчатки, маленькие они. Удар сильнее чувствуется. Ну, не то чтобы сильнее, я бы сказал, больнее, наверное. Он как бы, такое ощущение бывает, когда тебе затопируют бинты, там делать топировку из бинтов меньше. Не такую топировку, как вот профессиональный бой, и там заматывают тейпы, пластырями заклеивают, делают профессиональный тейп, и получается такая как бы маленькая перчатка. А нет, ее делают в два раза меньше. Где-то так, да, в два раза меньше. И что поделось, это маленькая перчатка. И в ней удар бывает, ну, очень болезненный. Правда говорю. Потому что кто не получал, это бывает больно. В ней, когда попадают по лицу, ну, приблизительно, как будто бы тебе бьют бейсбольные битые по лицу. Похоже, да. Ну, вот такое ощущение бывает, да. Самое сложное, с чем вы столкнулись в своей профессиональной карьере? На этот вопрос, наверное, по-разному отвечают. Для кого-то самое сложное – это весогонка, потому что периодически скидывать там по 10, а то и больше килограммов – это сложно. А для кого-то травмы, наверное, самые сложные. А для вас? Ну, я вам честно скажу, мне самое сложное было, правда, это весогонять тоже. Я, допустим, у меня самое большее было, я почти один раз согнал. Ну, это была моя вина, мы что-то набрали как-то. После боя мы что-то отдыхали, как-то набрался у меня вес. И я согнал почти 17 килограмм. Было, честно говоря, ну, не очень это хорошо. Я боксерам вообще не рекомендую столько сгонять, но это очень много. Лучше держать диету правильную, чтобы у тебя вес заранее уже уходил, потому что нужны, чтобы ты на бой вышел в силах, с полными силами, чтобы ты хорошо побоксировал. А в Мексике именно к процессу весогонки как-то по-другому подходят, в отличие от российской школы? Вы знаете, ну, они по-своему гоняют вес, да. Они одевают как по-испански больса, целлофан. И вот, допустим, ну, мне было, допустим, в первый раз так тяжело гонять. Объясню, почему. Потому что была жара на улице, да. На солнце там было где-то 55-56 градусов. И мы делали тренировку на улице вот в этом костюме. И там за один раз у меня сгонялось, ну, вот за один раз, да, могло согнаться 6-7 килограмм. Это прям очень много мне было. И я потом пил витамины, там, кушал, обратно набиралась, обратно на следующий день такая же тренировка. Ну, как бы, она рабочая, действительная, но если ты так не привык, то тебе будет тяжело. Надо сначала привыкнуть. Они-то привыкшие, как бы, мексиканцам, в принципе, там, гонять им вообще там все равно. Он там, они, ну, им легко это вообще дается. Не знаю почему, но у них это генетически, им легко вообще согнать. Там 10-9 килограмм вообще как, ну, как ничего, как нечего делать вообще. Сейчас вы завершили свою профессиональную карьеру? Ну, окончательно нет, пока нет. Вот есть предложение мне подраться за чемпионов Мексики и латинских стран. Ну, пока я вот еще думаю, думаю, окончательно. Я, как бы, тренируюсь, себя держу в форме, как бы, я понимаю, что потом надо будет еще усилить. Если готовиться, надо будет лететь, делать спарринги уже там, ближе к бою, там, тренироваться в Мексике, потому что климат другой. Но пока окончательное, пока еще, наверное, не решу. Пока нет. С Мексики когда вы вернулись в Осетию? Именно так, чтобы вернуться, обосноваться, жить здесь? Почти три года где-то, по-моему, прошло, да. И я просто прилетел, тогда я женился. И как-то вот так получилось. Открыли свой спортзал в Осетии. Как вообще пришла идея? Ну, я, в принципе, всегда хотел открыть боксерский зал. Но я его, как бы, сделал с таким уклоном, вот, я открыл его, назвал Мексиканом боксинг, да. Я его открыл, чтобы был он похож на мексиканский бокс тот, который именно в Мексике. Я, как бы, стараюсь там так делать, но бывает иногда, ребятам тяжело очень. Тяжело им бывает, но, как бы, они очень сильно набрали у меня, ребята, молодцы. Кто-то, они приходят, очень сильно набирают от этих тренировок. А есть ребята, которые хотят именно заниматься немного другим боксом, скажем так? Наверное, хотят, да, есть такие. Есть такие, конечно, но каждый выбирает сам, куда ему идти, где тренироваться, вы знаете. Не всем подойдет такой стиль бокса, да, это физический стиль, там, это тяжелые удары, там, нужны тяжелые тренировки. Кто-то пойдет в другой зал, ему, допустим, подходит такая манера, да, ведение боя, там, например, такой стиль бокса. Каждый выбирает сам, какой ему бокс ближе. Мексиканский, российский, там, еще какой-нибудь. А методики именно, по которым вы тренируетесь, это то, что вы переняли во многом у своих тренеров в Мексике, или это какие-то ваши в том числе? Нет, много то, что я перенял, и то, что я сам что-то где-то придумал, да, какие-то методики, хорошие упражнения, хорошая работа, которая помогает. Но много перенял, допустим, от своего тренера, да, потому что я видел, как он тренирует, знаю, как он и меня тренировал, и других ребят. И много от Сауля, много мне Сауль подсказывал, помогал, говорил, какой, допустим, ну, пример, да, там, простые, просто мне говорил, там, это упражнение хорошее, это нет, это не рабочее, а вот это рабочее. И как бы он мне в этом плане, ему спасибо, да, правда, он мне много раз помогал. Я знаю, что вы открыли новый вид единоборств, поделитесь? Ну, специфика его на укрепление, на оздоровление тела человека, как бы, да, вот, там, ребенка, подростка, парня, там, мужчины, там, взрослого прям мужчины, или то же самое девушки, там, девочки, женщины, очень сильно укрепляет тело, ну, она, там, упражнения взятые, китайские упражнения, да, взятые с ушу, там, даже есть упражнения, которые взятые с фушанского монастыря китайского, потом, ну, много, это работа, я туда добавил, так скажем, простыми словами, бокс, перенес его на боевое искусство, чтобы удары были, ну, не просто, как некоторые думают, что боксеры, ну, вот, классический удар он делает, нет, там разное. Разная школа, чтобы ты мог вести бой с несколькими людьми сразу, там, с двумя, с тремя, с десятью, с двадцатью и так далее. Этот вид единоборств заточен больше на уличные драки? Да, на улицу, на улицу и, ну, для зала тоже, однозначно, если ты занимаешься единоборствами, ММА или, там, боксом тоже, он однозначно тебе поможет, потому что очень сильно укрепляется тело, очень сильно укрепляется сухожилие и очень сильно укрепляются мышцы и идет очень плотная такая, ну, интересная работа, как бы, одновременно удары с набивкой и очень, ну, тело бывает очень сильным, очень, прям очень сильным, что так, настолько сильным, что ты, вот, правда, ты можешь на улице подраться, там, человек с пятнадцатью, с двадцатью вообще, и попить кофе, потом пойти спокойно. Вас отлично знают за рубежом и часто приглашают как спарринг-партнера. Расскажите про этот опыт. Артур Абрахам был такой боксер один в Германии, в Берлине, я там тоже тренировался, и у меня так получилось, что один парень нас свел, и я с ним делал спарринги. Я ему помогал тогда на бой готовиться. Карлом Фротчем он дрался, я ему тогда помогал делать спарринги. Ну, как бы, это вот был мой первый опыт. Потом вот у нас в России делал тоже спарринги с разными ребятами, с очень много, там, мексиканцев, я даже всех не вспомнил, с очень многими делал спарринги. Ну, Сауль, Сауль, я ему семь боев, и он помогал готовиться. И много, ну, много таких. Сергей Ковалев тоже, кстати говоря, с ним тоже делал спарринги. Помимо бокса, чем увлекаетесь? Наверное, надо же чем-то отвлекаться, помимо там того вида единоборства, о котором мы сказали, и бокса. Помимо бокса, я бываю со своей семьей, со своими детьми, женой. Мы как-то, ну, там, ну, таких прям развлечений, у меня таких развлечений нет, нет. У меня только тренировки, вот, и моя семья. Какие дальше планы, перспективы? Вы говорили про бой, насколько высока вероятность того, что вы его все-таки примете? Я пока думаю, я все сопоставляю, как бы все думаю, потому что иногда думаешь сейчас, потому что надо входить в тренировочный процесс, да, опять тренироваться по 10 часов в день, опять 3 месяца. И вот я думаю, потому что здесь тоже какая-то, да, какие-то дела, какая-то работа, там, какие-то планы, да, семья. И оставлять, как бы, вот думаю. Можно, конечно, всех забрать, уехать туда, но, короче, я просто в раздумьях, пока не знаю. Астамбек, спасибо вам огромное за то, что пришли, уделили нам время, внимание. Спасибо, Кристина, взаимно. На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире, дорогой зритель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова